Привет, друзья! С вами Александр Кушиналь на Ньюсейдер. Сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил в интервью Fox News 7 декабря, то есть в день, когда Байден говорили с Путиным в онлайн формате, что в качестве меры сдерживания российской агрессии США могли бы разместить свои войска в Черноморском регионе. И он подчеркнул, что не исключает военных действий. А на уточняющий вопрос журналиста, что имеет в виду сенатор, Уикер сказал, что американские корабли в Черном море могли бы нанести разрушительный удар по российскому военному потенциалу. Это цитата. Это может означать, сказал он, что мы участвуем в военном конфликте, и я бы этого не стал исключать. Я не исключаю и присутствие американских войск на земле в регионе. Мы не исключаем применение ядерного оружия первыми, объявил американский политик. Он подчеркнул, что, конечно, подобное вряд ли произойдет, но во время переговоров с российскими представителями нужно выкладывать и эту карту на стол. Он полагает, что ровно об этом Байден должен предупреждать Владимира Путина. Понимание, которое мы имеем в Конгрессе, сказал он, это то, что потеря свободно-демократической Украины из-за российского вторжения изменит правила игры для всей свободной Европы, сказал он. Между прочим, повторяя позицию Энтони Блинкена, госсекретаря США, который ровно об этом же заявил и в беседе с Wall Street Journal. Ну а российское посольство в Соединенных Штатах заявило в Facebook, что слова Викера, мол, являются безответственными. Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США. В частности, сказали российские дипломаты. Ну и здесь хотелось бы им задать встречный вопрос, а как тогда воспринимать неоднократные намеки Владимира Путина на готовность применить ядерное оружие против стран НАТО? И более того, как воспринимать прямое заявление Владимира Путина о том, что он был готов применить ядерное оружие при захвате Крыма? Итак, с чем связано это беспрецедентное заявление со стороны американского сенатора? И здесь идет не просто о заявлении какого-то политического эксперта, хотя даже в экспертных кругах Соединенных Штатов такого давно не звучало. Мы имеем дело с высказыванием представителя высшей власти США, причем представителя именно верхней палаты Конгресса, которая в военных вопросах традиционно имела всегда более серьезное политическое влияние, чем нижняя палата, палата представителей Конгресса. И это показывает в первую очередь то, что на Западе и главным образом в Соединенных Штатах начинают тестировать и переходить вот тот самый психологический барьер, связанный не только с тем, что США в принципе могут и должны отвечать России не только дипломатии и санкциями, но и военным образом, но также и связанный с тем, что США могут в принципе применить ядерное оружие против российского режима. Ну а сами по себе, конечно, слова Викера являются отражением того сценария, который альтернативен сценарию, предлагаемому администрацией Джо Байдена, которая все-таки склонна отказываться от военных угроз и предпочитает давить на Владимира Путина дипломатическим способом и санкционными угрозами. И, конечно, мы все прекрасно понимаем, что вот эта санкционная угроза является все-таки дополнением к основной военной угрозе, о которой говорит Викер. И этот второй сценарий, мы все должны признать, является более эффективным сдерживающим фактором для Владимира Путина, потому что экономические потери он еще может понести, а вот военные потери и главным образом потери для своего окружения он перенести не может просто по той причине, что само же это окружение и снесет Владимира Путина. Ведь давайте посмотрим, почему вообще, в принципе, американские и любые вообще западные политики оказываются в более тяжелом положении на переговорах с Владимиром Путиным. По очень простой причине. Западным политикам, в первую очередь, американскому президенту всегда есть что терять. Потерять он может и экономическое благосостояние, и собственную политическую позицию, и, в конце концов, может даже оказаться под судом, в случае, если избиратели, а впоследствии правоохранительные органы, сочтут, что он недостаточно эффективно справляется со своими обязанностями. И, в принципе, американской и любой другой западной стране есть что терять в целом в экономическом плане. Это богатые, успешные, состоявшиеся страны. Совсем не то с российской стороны и вообще со стороны автократии. Автократ на переговорах с цивилизованными западными лидерами вообще ничем не рискует. Он не рискует ни своей политической свободой, ни своим политическим постом, ни своей жизнью, ни даже, по большому счету, своим экономическим благосостоянием. Просто потому, что он совершенно не отвечает перед своими избирателями. Но теперь вдруг выясняется, что на самом деле вот подобные ядерные угрозы со стороны цивилизованного мира в адрес автократов все-таки будут иметь действия в случае, если окружение этого автократа имеет определенные активы и даже свои семьи и родных людей на Западе. Карибский кризис был возможен как раз потому, что советская элита не имела вообще никаких активов на Западе, не имела связи с ним и ей нечего было терять. Современная российская так называемая элита имеет что потерять. И ровно поэтому на самом деле в Кремле должны бы всерьез отнестись к подобным предупреждениям со стороны Уикера. Просто потому, что окружение, как мы уже неоднократно говорили, не станет воевать за Владимира Путина, оно не будет иметь желания сгореть в ядерном огне и не будет иметь желания в войне с Соединенными Штатами потерять свои активы на Западе и возможность перевозить и держать там свои семьи, жен, детей, любовниц и прочих дорогих им людей. Более того, мы должны признать, что военный сценарий прямо сейчас уже оказывается куда более эффективным по сравнению с применением дипломатии в изолированном варианте. Конечно, дипломатия важна, но она должна быть подкреплена силой, это как раз то, что сейчас и происходит. Потому что прямо сейчас мы видим, что украинская армия побеждает вовсе не за столом переговоров. Она побеждает джевелинами, байрактарами и контрбатарейными радарами, а также опытом, навыками и высоким профессионализмом своих воинов на Донбассе. Это как раз то, чего реально боятся донбасские сепаратисты и их советники из Российской Федерации. И это та причина, по которой, как нам рассказывает командующий украинской операцией, сепаратисты испытывают настоящую панику и ужас перед украинской армией, потому что понимают, что они не могут уже просто так составлять ей конкуренцию, и у них уже просто нет ресурсов для того, чтобы повышать свою боеспособность. В конце концов, исчерпываются человеческие ресурсы на Донбассе. И это та причина, по которой Путин решил двинуть уже полномасштабную армию к границам Украины. Просто потому, что он понял, что теми силами, которые он имеет на Донбассе, победить украинскую армию становится невозможно. Украинская армия вооружается западным оружием, поставки украинской армии Соединенных Штатов растут, и, может быть, даже качественно вырастут в ближайшее время. И мы видим, что начальник генштаба России Валерий Герасимов уже обеспокоенно заявляет о том, что украинская армия фактически объявила о начале применения джевелинов на Донбассе. Тех самых джевелинов, которые американская администрация сейчас официально разрешила Украине применять где угодно, как об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, украинская армия не ограничена в географическом плане применением джевелинов. Единственное, что хотели бы видеть в Вашингтоне, это чтобы украинцы применяли джевелин исключительно в рамках самообороны. Ну, разумеется, они будут их применять в рамках самообороны. Не украинская же армия захватывает и оккупирует российскую территорию, а происходит ровно обратно. И, конечно же, тот факт, что Джо Байден сейчас может говорить с Владимиром Путиным все-таки с позиции силы и прочерчивать Путину красные линии, связанные с санкциями судного дня, становится возможным исключительно благодаря действиям украинской армии. Они являются основой. А вот подобные дипломатические санкционные угрозы являются всего лишь дополнением. И, конечно же, на самом деле в кулуарах американской администрации это все прекрасно понимают. И именно поэтому и продолжают увеличивать военную помощь Украине. И именно поэтому, в частности, Конгресс сейчас увеличил объем военной помощи украинской армии, подняв годовую оборонную помощь Украине с 250 миллионов до 300 миллионов долларов. И, конечно же, в первую очередь речь идет об увеличении летальных поставок украинской армии. И это, опять же, подчеркивает, что в НАТО стали относиться к украинской армии с очень большим доверием. Потому что, разумеется, украинская армия сейчас становится главной политической институцией, которая обеспечивает суверенитет и самой Украины. И, по большому счету, стабильность всего международного порядка. Потому что, как правильно замечают высокие американские представители, если пойдет демократическая Украина, то расколется и весь современный миропорядок. Поскольку в этом случае автократы поймут, что они могут действовать безнаказанно против демократии. И вот как раз-таки эффективные действия украинской армии и умелое использование ее западных высокотехнологичных вооружений и наращивание западных военных поставок, это как раз то, что способно реально повышать для Владимира Путина цену его военного нападения. И то, что заставляет его биться в истерике, потому что это единственное, что сдерживает армию Владимира Путина. И, соответственно, лишает его возможности использовать то сокращающееся время, которое у него все еще осталось. Время для того, чтобы совершить вот этот вот свой последний бросок к камикадзе. Будем надеяться, что ровно вот эта военная стена, которую выстраивает Украина сейчас, и те, соответственно, военные поставки из Соединенных Штатов вкупе с санкционными угрозами как раз и станут тем миксом, который позволит сделать так, чтобы Владимир Путин до конца своих дней так и продолжал туда-сюда гонять свою потешную армию возле украинской границы, но так и не решился напасть на суверенную украинскую территорию. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok